Всем большой привет! Сегодня среда, спасибо огромное, что зашли посмотреть новое видео. Кто не знает, это канал о дизайне интерьера, о декоре, о доме и вообще о том, что нас окружает и где мы живем. Первый очень важный к вам вопрос, как вам освещение в этом видео, потому что я купила лампу. Так как осенние дни нас не очень радуют дневным хорошим светом, теперь приходится общаться с фотолампой, не только с фотокамерой. Напишите, пожалуйста, нравится ли вам такое освещение, либо что-то надо изменить, похолоднее сделать, потеплее может быть еще. Что, приступаем к сегодняшней болтологии. Но тема такая сегодня щепетильная, фэн-шуй. Я уверена, что в комментариях мои подписчики разделятся на два лагеря, те, кто будет против моего мнения, те, кто будет за, но это и хорошо, будем с вами обсуждать, разговаривать. Я решила записать это видео, потому что у меня недавно был такой случай с моей заказчицей, который я давала консультацию по поводу оформления ее спальни. Нам надо было подобрать ей постеры, чтобы оформить стену. Так вот, когда я подобрала ей постеры, она мне сказала, что ей они очень сильно нравятся, она их хочет у себя повесить, но, к сожалению, не может, потому что они не по фэн-шуй. Они в моих интересах переубеждают своих заказчиков, и если им что-то некомфортно или не нравится, я сразу же ищу замену. А про фэн-шуй я просто хотела пообщаться с вами. Верите ли вы в фэн-шуй или вы считаете это лженаукой, как считают наши ученые? В институте мы изучали, что такое вообще фэн-шуй, с чем это готовят, как это правильно подавать, но, честно говоря, я считаю, что многие фэн-шуй воспринимают как какую-то, знаете, пилюлю от всех болезней. Что если у тебя дом по фэн-шуй, то тогда у тебя не будет ссор с мужем. Что если у тебя кровать стоит в правильном направлении, то значит тогда у тебя деньги будут к тебе течь в карман. То если у тебя из окна видно море, а не свалку, то значит тогда все хорошо будет и в работе, и в карьере, и в любви, и абсолютно во всех аспектах. Я с этим абсолютно не согласна, потому что считаю, что все зависит от человека и от нашего восприятия мира. И если уж вам нравятся какие-то постеры, неважно, там стоячая вода, не стоячая вода, мы должны окружать себя вещами, от которых мы получаем эстетическое удовольствие. Иначе абсолютно никакого смысла в декоре нету, в принципе. Начнем с самого начала. Что такое фэн-шуй? Фэн-шуй это такая практика, и, дословно, это вода и воздух. Без воды и без воздуха люди бы, в принципе, не выжили, поэтому это и есть две сильнейшие энергии. Очень интересная цель фэн-шуй. Цель фэн-шуй это поиск благоприятных потоков энергии ци. Энергия ци это и есть эта позитивная благоприятная энергия. Когда я готовилась к этому видео, я, конечно же, не только вспоминала, что там нам рассказывали в институте, но я и прочитала статьи, которые сейчас есть на просторах интернета, на разных космополитных и других журналах. В каждой статье сформированы некие принципы такие фэн-шуй. Например, первый принцип, который я к себе выписала, это вид из окна. Вид из окна обязательно должен быть на деревья, на парк, на речку. И это все обязательно должно быть на 15 метрах. Если дальше 15 метров, соответственно, значит, благоприятная энергия утекает. И еще хуже, если вы видите электропровода, дороги, машины, не дай бог, кладбище, больницу. Это все неблагоприятно. Так говорит фэн-шуй. Что говорит здравый смысл? Никому, наверное, не хочется жить с видом на кладбище и больнице. Но таковы реалии, что такие квартиры же есть. Те же самые новостройки, они сейчас все построены, ну, большинство построено в промзонах. А промзоны это что, рядом либо гаражи, либо какие-то заводы, либо свалки, либо стройка. Понятное дело, что людям не захочется сидеть на подоконнике, пить какао, читать книгу и смотреть периодически в окно на парк. Какой у них красивый вид, потому что этого парка нету, соответственно. И если это мы называем принципами фэн-шуй, давайте тогда с ним согласимся. Нам всем хочется видеть из окна что-то приятное. Второй принцип фэн-шуй – держать растения на окне. Фэн-шуй гласит, что через растения поступает благоприятная энергия. Здравый смысл говорит, что растения должны, в принципе, быть на окне. Некоторым растениям, ну, 90% наверное растений, нужен яркий свет, прямой свет. И якобы растения нейтрализуют энергию ша. Энергия ша – это неблагоприятная энергия. То есть, вот вы вдумайтесь, у вас не стоят на окне растения, значит все плохо. Третий принцип фэн-шуй – не должно быть острых углов. Ну, конечно, у нас же застройщики сейчас стали строить круглые квартиры, и мы все повально покупаем круглые квартиры. Знаете, это вообще редкость, когда можно на планировке встретить круглые стены, но такое тоже бывает. Это очень интересно, но это максимально непрактично. Обычно в круглой стене мало что можно поставить. Действительно, нужно прибегать к помощи дизайнера, чтобы нафантазировать, что же там может быть. В общем, углы нам нужны. Всем нужны углы. Но написано, что если у вас все-таки углы есть, и их достаточно много, выступов ни с чего угодно, есть у вас углы, то стоит повесить хрустальные шарики китайские на люстру и на торшеры. Я считаю, что если что-то висит на вашей люстре, то это как минимум странно немножечко, и зачем? Следующий закон фэн-шуй говорит о том, что планировка должна быть разумной и продуманной. С этим я не могу не согласиться, но на севере обязательно должен быть кабинет, потому что север отвечает за карьеру, за личный рост, развитие и так далее. На западе обязательно должна быть детская комната, потому что на западе лучше всего играть, там всегда весело, благоприятная атмосфера. На востоке должна быть обязательно кухня, в центре должна быть гостиная, а на юго-западе должна быть спальня, а вот на юго-востоке уже камин. И не важно, что камин обычно в гостиной. Вот я не позавидую тем, кто верит в фэн-шуй и у кого однушка, потому что мало поставить на север рабочий стол, а на юго-запад кровать, где типа спальня. А если однушка, вы представьте, эти же помещения должны быть разделены, потому что в принципе по фэн-шуй, там где ты спишь, там где ты занимаешься любовью, там нельзя работать. Потому что эти две энергии не должны совершенно соединяться. Как бы это странно ни было, но главный принцип фэн-шуй в том, что дом надо содержать в чистоте, надо убираться, потому что через пыль не проходит та самая энергия ци. Я не знаю, может быть только мне это кажется странным, но блин, это гигиена, убираться в принципе надо. Если вы не будете убираться, соответственно, вы будете, да, у вас будет, конечно же, негативная энергия, потому что вы будете жить в грязи. Это ненормально. Якобы фэн-шуй нам это говорит, что надо выносить мусор каждый день. Якобы фэн-шуй нам говорит, что надо мыть посуду каждый день, и нельзя оставлять ни в коем случае на ночь. То есть это реально написано в принципах фэн-шуй. Продокс заключается в том, что мусор в принципе надо выносить, чтобы у вас не развелись крысы, мыши и так далее. Посуду надо мыть, потому что это тоже гигиена, у вас там мухи разведутся, если вы не будете мыть посуду каждый день. Пыль надо вытирать, потому что не дай бог асма у вас начнется. Также по фэн-шуй в доме обязательно, желательно в гостиной должен быть фонтанчик, чтобы вода текла. Но вот а если вам не нравится, как выглядят фонтанчики дома, но это надо по фэн-шуй, неужели вы себе его поставите? И ведь наверняка, кто придерживается практикам фэн-шуй, кто придерживается логики фэн-шуй, тут наверное это сделает. Но ведь этот фонтанчик не будет вам доставлять эстетическое удовольствие, а самое главное в декоре, чтобы он доставлял эстетическое удовольствие. И мы опять выбираемся в это, что вы видите в своем доме то, что вам не нравится, соответственно вы не будете счастливы, соответственно фэн-шуй не работает. Что интересного написано про огонь, по принципам фэн-шуй? То, что вода и огонь, так как они не дружат, они должны быть рядом. Что это значит? Это значит, что плиту нельзя рядом с раковиной. И тут мы сталкиваемся с нормами дизайна. Плиту реально нельзя делать рядом с краном, рядом с мойкой. Должно быть 60 см между ними. Обязательно. Желательно, конечно, больше, но 60 обязательно. Я думаю, что по моему такому саркастическому тону вы уже поняли, что я тоже считаю это лженаукой, что я правда не могу понять, почему люди думают, что если они построили свой дом по закону фэн-шуй, то у них сразу же будет хорошо все, и деньги посыпятся с небес, и любовь у них будет до гроба. Давайте будем реалистами. Если люди будут пахать, то у них будут деньги. Если они найдут своего человека, то будет у них гармония в семье. Если они будут убираться, то они будут дышать чистым воздухом. Если будете выносить мусор, то не будет вонять дома. Мне интересно, что вы думаете о фэн-шуй. Встречали ли вы людей, которые построили свой дом по закону фэн-шуй, либо вы им являетесь. Мне интересна позиция людей, которые живут в фэн-шуй, и что они с этого получают. И мне интересна позиция людей, которые против фэн-шуй. Почему вы против? Всем огромное спасибо, что вы открыли это видео, несмотря на такое щепетильное и противоречивое название. Все, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok